Алану. Собака, способная укротить быка. Как может собака выглядеть грозно и устрашающе и одновременно быть ласковой и добродушной? Да, именно такие огромные, храбрые, сильные, но умные и ласковые испанские Алану. Несмотря на натуру бойца, это уравновешенные животные, у которых не бывает немотивированной агрессии. Алану были на грани исчезновения, да и сейчас еще их популяция не столь многочисленна. Испанского Алану еще называют испанским бульдогом. Первые упоминания об этих собаках датированы 13-м веком. Алану сопровождали испанских завоевателей в качестве боевых собак. Их применяли, чтобы захватить рабов и покорить индейцев. В 1816 году Франциско де Гойя описывал испанских бульдогах в своих книгах, как участников кориды. Тогда Алану были весьма востребованы и для охоты, в том числе на диких быков, кабанов и оленей. Но постепенно сфера их применения изменилась. Кориду запретили, охотиться стали реже, и к 1963 году эти собаки почти исчезли. Почти через 10 лет специальная экспедиция по поиску оставшихся Алану отыскала несколько особей и возродила породу, которая была признана как коренная испанская. Пока эти собаки все еще редки даже в Испании, но они становятся все более популярными. Сейчас Алану занимаются поимкой быков и охраной. Из них получаются отличные собаки-компаньоны. Остается только удивляться, как быстро и ловко Алану укладывает на землю быка. Когда собака получает команду задержать быка, то она мгновенно хватает его за шею или уши и валит на землю, а потом удерживает до тех пор, пока его не свяжут. За быстроту и ловкость Алану прозвали собака-змея. Из них получаются отличные телохранители. Эти смелые, умные животные способны действовать самостоятельно. Неприхотливые и выносливые испанские бурдоги очень внимательны и быстро обучаемы. Они великолепно соображают и ловко действуют. А раны, которые они получают в охотничьих схватках, заживают довольно быстро. Во время схватки Алану мгновенно реагирует на любое изменение ситуации, причем может предпринять нестандартное оригинальное решение. Благодаря этому собака заслуженно считается прекрасным охранником и опаснейшим бойцом. Чтобы собака из-за своего сильного и волевого характера не взяла на себя доминирующую роль, хозяин должен воспитывать ее твердо и решительно.